Блаженный Феофилакт, архиепископ Болгарский. Толкование на деяния святых апостолов. Стихи 1-6. По прекращении мятежа Павел, призвав учеников и дав им наставление, и, простившись с ними, вышел и пошел в Македонию. Пройдя же те места и преподав верующим обильные наставления, пришел в Элладу. Там пробыл он три месяца. Когда же по случаю возмущения, сделанного против него иудеями, он хотел отправиться в Сирию, то пришло ему на мысль возвратиться через Македонию. Его сопровождали до Осии Сосипатр, Пиров, Верианин, и из Фессалоникийцев, Аристарх и Секунд, и Гаи Дервянин, и Тимофей, и Осийцы, Тихик и Трофим. Они, пойдя вперед, ожидали нас в Трааде. А мы после дней опресночных отплыли из Филипп и дней в пять прибыли к ним в Трааду, где пробыли семь дней. Павел наставил учеников, потому что после смятения они нуждались в большом утешении. Стихи седьмой-восьмой. В первый же день недели, когда ученики собрались для преломления хлеба, Павел, намереваясь отправиться в следующий день, беседовал с ними и продолжил слово до полуночи. В горнице, где мы собрались, было довольно светильников. Тогда был праздник Пятидесятницы и день воскресный. И ночью не успокаивался Павел, но беседовал тогда более, так как было досужное время. Посмотри, как долго говорил он даже после ужина. Стих девятый. Во время продолжительной беседы Павловой один юноша, именем Евтих, сидевший на окне, погрузился в глубокий сон и, пошатнувшись сонный, упал вниз с третьего жилья и поднят мертвым. Отекчив сном слушателя, дьявол нарушил праздник. Юноша сидел на окне ночью, так велико было желание слушать. И достойно удивления, что, будучи юношей, он не был беззаботен, и отекчаемый сном не ушел, даже не испугался того, что его могут столкнуть, потому что он заснул не от невнимательности, а по требованию природы. Стихи десятый, тринадцатый. Павел, сойдя, пал на него и, обняв его, сказал, не тревожьтесь, ибо душа его в нем. Взойдя же и преломив хлеб и вкусив, беседовал довольно даже до рассвета, и потом вышел. Между тем отрока привели живого и немало утешились. Мы пошли вперед на корабль и поплыли в вас, чтобы взять оттуда Павла. Не сказал воскреснет, ибо я воскрешу его, но душа его в нем. Обрати внимание на смирение его и на его желание утешить. Далее стих тринадцатый, четырнадцатый и пятнадцатый стих. Ибо он так приказал нам, намереваясь сам идти пешком. Когда же он сошелся с нами в Ассе, то, взяв его, мы прибыли в Метелину. И отплыв оттуда, в следующий день мы остановились против Хиоса, а на другой пристали к Самосу, и, побывав в Трагелии, в следующий день прибыли в Мелит. Сам пошел пешим, предоставляя им то, что легче, а себе выбирая то, что труднее, и с тем вместе поучая многому и приучая их разлучаться с собою. Глава двадцатая. Путешествие Павла в Македонию и Грецию и обратно до Труады. Стихи с первого по шестой. Воскрешение Павлом Евтиха в Труаде. Стихи с седьмого по двенадцатый. Дальнейшее путешествие до Мелита. Стихи с тринадцатого по семнадцатый. Прощальная речь Павла к пресвитерам Эфесским. Стихи с восемнадцатого по тридцать восьмой. Спустя немного времени после мятежа Павел решился положить конец своему пребыванию в Оссии. Собрав эфесских христиан, дав им наставления и простившись с ними, он отправился в Македонию, а оттуда в Элладу, то есть в Грецию. Эллада – древнее народное название страны, в то время как Ахайя – официальное название Греции по римскому разделению провинций. Там пробыл он три месяца, вероятно, главным образом в Коринфе, где и встретился в первый раз с Сополосом. Коринфская община особенно близка была его сердцу. Некоторые настроения в ней причиняли апостолу заботу и скорби, но, с другой стороны, духовный рост ее и духовные дарования доставляли ему радость. Из Коринфа святой Павел написал послание к римлянам. План его, как видно, был отправиться морем в Палестину, но, узнав о тайном намерении иудеев схватить его и убить на пути к гавани, он изменил первоначальный план. Он отправился сухим путем, который проходил через Македонию. Прибыв к Филиппой, апостол Павел отправил отсюда Тита со вторым посланием к Коринфинам, которое отличается необыкновенной живостью чувств и нежностью любви к ним. Из Филипп он отправился в Троаду, но противные ветры и аварии судна сделали то, что на краткий переезд этот потребовалось пять дней. Павла сопровождали семь спутников – трое урожденных македонян и четверо урожденных малазийцев – Сосипатор Пиров из Вирии, Аристарх и Секунд из Фессалоники, Гай Дервянин из Ликаонии, которого надо отличать от Гаяя Македонянина, Тимофей, уже известный нам, из Листры, Тихик и Трофим из Эфеса. Они ожидали пошедшего вперед Павла в Троаде. Почему они ушли вперед, дееписатель не объясняет. Может быть, для приготовления удобнейшего плавания Павла от Троады дали, ибо из описания плавания можно догадываться, что у Павла был специально для его путешествия приготовленный корабль. В Троаде Павел и его спутники сделали остановку на семь дней. Так как отъезд должен был последовать в понедельник утром, то братья Троады собрались в первый день недели, то есть по нашему воскресенье вечером, для преломления хлеба, то есть на евхаристическое собрание, после которого следовала обычная тогда вечеря любви в горнице, хорошо освещенной и расположенной в верхнем этаже. Беседа Павла как любящего отца была продолжительна. Ни учителю, ни ученикам, вероятно, не хотелось прервать ту беседу перед разлукой. Во время столь продолжительной беседы, затянувшейся до полуночи, некий юноша именем Евтих, сидевший на окне, не поленности, а по естественной необходимости, от большого утомления заснул, упал вниз третьего этажа и был поднят мертвым. Текст ясно утверждает, что упавший действительно умер. Это была не кажущаяся смерть, не оморок, ибо тогда в греческом тексте стояло бы не некрос, а ос некрос. Начали плакать, производя большой шум. Павел, однако, сошел вниз, простерся на тело Евтиха, как некогда Илья над воскрешенным им сыном Сарепской вдовицы, в Третьей книге царств, глава 17, стих 21, и Елисей над сыном Суманитянки, в Четвертой книге царств, глава 4, стих 34, омнил его своими руками и сказал, «Не тревожьтесь», буквально с греческого, «прекратите ваши вопли, рыдания, ибо душа его в нем». Выражение это не значит, что отрок еще не умер, оно значит, что душа его опять в нем, что умерший воскрешен, но смиренный апостол не выражается так прямо, чтобы люди не превозносили его за совершенное им величайшее чудо, как говорит святитель Златоуст. Зашедший опять в горницу и преломив хлеб, и вкусив, Павел продолжал беседовать даже до рассвета, и потом лишь вышел, не дав себе даже телесного успокоения после столь продолжительного бдения. Отрока же привели живого и немало утешились, как от того, что получили его живым, так и от того, что их учитель перед прощанием с ними совершил такое великое чудо. И живо святых, отца нашего Иоанна, архиепископа Константина Града Златоустова, беседы на Евангелие от Иоанна Богослова. Глава 14, стихи 15, 16 и 17. «Везде нужны нам дела, а не уверение на словах. Потому что говорить и обещать всякому легко, а сделать не так легко. К чему я это сказал? К тому, что теперь много людей, которые говорят, что они боятся Бога и любят Его, а делами показывают противное. Но Бог требует любви, являемой в делах. Потому-то и ученикам говорил, «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди». Так как Он сказал, «Если чего попросите, Я то сделаю», то, чтобы не подумали они, что довольно только просить, Он присовокупил, «Если любите Меня, то есть в этом случае сотворю». А как ученики, услышав, «Я к Отцу иду», естественно, пришли в смущение, то Он говорит, что любовь состоит не в этом, не настоящем смущении, а в повиновении словам Его. «Я дал вам заповедь, чтобы вы любили друг друга, чтобы вы любили друг друга, чтобы вы так же поступали друг с другом, как Я поступал с вами. Любовь в том и состоит, чтобы исполнять это и подражать тому, кого любим. И умолю Отца, и даст вам другого Утешителя». Опять речь приспособительная. Так как ученики еще не знали Его, и потому, естественно, сильно желали быть вместе с Ним, слышать Его речи, видеть Его во плоти, и ни в чем не находили для себя утешения, скорбя о Его отшествии, то, что Он говорит. «И умолю Отца, и даст вам другого Утешителя, то есть иного, такого же, как Я». Да постыдятся же и зараженные недугом Савелия, и имеющие ненадлежащее понятие о Духе Святом. В этом изречении-то особенно и удивительно, что Оно одним ударом не спровергает совершенно противоположные ереси. Сказав другого, указывает на различие Его ипостаси, а сказав Утешителя, на единство существа. Почему же Он говорит «умолю Отца»? Потому что если бы сказал «Я пошлю», то не столько бы поверили. А теперь Он заботился о том, чтобы Ему веровали. Впоследствии Он высказывает, что Сам посылает Его, говоря «примите Духа Святаго». А здесь говорит «умолю Отца», чтобы сделать для них Слово достоверным. Ведь Иоанн говорит о нем, что от полноты Его все мы приняли, глава 1 стих 16. Как же Он может принимать от другого то, что Сам имеет? И опять, Он будет крестить вас Духом Святым и огнем, Евангелие от Луки, глава 3 стих 16. Какое же Он имел бы преимущество предапостолами? Если бы должен был умолять Отца, чтобы даровать Духа другим, между тем, как апостолы часто делали это, как видно, и без молитвы. И если Дух Святой по молитве посылается от Отца, то каким же образом Он сам с собой не сходит? И как может от другого быть посылаем тот, кто вездесущ, кто сам по себе разделяет дарование каждому особо, как ему угодно, первое послание к Коринфянам, глава 12 стих 11, и говорит со властью, «Отделите мне Варнаву и Савла». Деяние святых апостолов, глава 13 стих 2. Хотя Богу служили эти служители, однако ж, Он со властью призвал их на свое собственное дело, не потому, чтобы дело, на которое призвал их, было иное, но для того, чтобы показать свою власть. Итак, что же, скажешь, значит, умолю Отца? Показывается время пришествия Духа Святого. Когда Он очистил их жертвую, тогда и снизошел Дух Святой. А почему Он не пришел в то время, когда Христос был с ними? Потому что не была еще принесена жертва. Когда уже и грех был истреблен, и апостолы, получив повеление идти на опасности, готовились к борьбе, тогда надлежало прийти тому, кто укрепляет на подвиге. Для чего же Дух приходит не тотчас по воскресенье? Для того, чтобы апостолы сильнее возжелали Его и приняли с большей любовью. Да коли был с ними Христос, они не были в скорби. Когда же Он отошел, они, лишившись Его, находились в великом страхе и, естественно, должны были принять Духа Святого с великим усердием. Да пребудет с вами! Это значит, что и по смерти не отойдет. А чтобы они, услышав об утешителе, не предположили другого, нового воплощения и не надеялись увидеть Его очами, Христос, отклоняя их от этого, говорит, которого мир не может принять, потому что не видит Его. Он не так будет с вами, как я, но будет обитать в самых душах ваших, это и значит, в вас будет. А называя Его Духом истины, Он тем указывает на образы, бывшие в Ветхом Завете. Да пребудет с вами! Что значит «Да пребудет с вами»? То же, что Он о себе говорит, «Я с вами» Евангелие от Матфея, глава 28, стих 20. Сверх того, Он намекает и на нечто другое, именно «не претерпит того, что я претерпел, и не отойдет», которого мир не может принять, потому что не видит Его. А разве другой кто, скажи мне, может видеть Его? Нет. Он говорит здесь о познании, почему и присовокупляет, и не знает Его. Он обыкновенно зрением называет и точное познание. Так как зрение яснее других чувств, то им всегда и означает точное познание. А под миром Он разумеет здесь злых людей. Таким образом, Он утешает учеников тем, что даст им особенный дар. Смотри, как Он превознес этот дар. Сказал, что есть иной, такой же, как я. Сказал, он не оставит вас. Сказал, к вам одним придет, так же, как и я. Сказал, в вас будет. И однако ж, несмотря на все это, не уничтожил в них печали. Они хотели видеть Его, и чтобы Он был с ними. Потому-то, удовлетворяя их желанию, Он говорит, и я не оставлю вас сиротами, приду к вам. Глава 14, стих 18. Не бойтесь, говорит, не потому я сказал, пошлю иного утешителя, что сам навсегда оставлю вас. Не потому, сказал, в вас будет, что сам уже не увижу вас. Нет. Я и сам приду к вам, не оставлю вас сиротами. Как в начале речи сказал, дети, так и здесь, говорит, не оставлю вас сиротами. В начале Христос сказал, придете туда, куда я иду, и в доме Отца Моего обителей много, а здесь, так как то время было далеко, дает духа. Но так как ученики, не поняв значение слов Его, недовольно ими утешились, то Он говорит, не оставлю вас сиротами, потому что этого они особенно и желали. А так как изречение «Приду к вам» указывало на пришествие, то, чтобы они не ожидали опять такого же точно пришествия, какое было прежде, смотри, как Он, не сказав об этом ясно, дал, однако ж, это понять. Сказавши «Еще немного, и мир уже не увидит меня», Он присовокупил «А вы увидите меня» стих 19. Как бы так говорил, «Я приду к вам, но не так, как прежде, когда я каждый день непрестанно был с вами». А чтобы они не спросили, «Как же ты сказал иудеям, не увидите меня отныне» и Евангелие от Матфея, глава 23, стих 39, Он в разрешении этого возражения говорит, «К вам одним, так же, как и дух, ибо Я живу, и вы будете жить» глава 14, стих 19. Крест не разлучит нас навсегда, но только на самое малое время скроет меня. А под жизнью Он разумеет, как мне кажется, жизнь не только настоящую, но и будущую. «В тот день узнаете вы, что Я в Отце Моем, и вы во Мне, и Я в вас» По отношению к Отцу, это сказано о существе, а по отношению к ученикам, о единомыслии и помощи, неспосылаемой от Бога. Но как, спросишь, возможно допустить это? А как возможно допустить противное? Ведь между Христом и учениками расстояние великое и даже бесконечное. А что употреблены одни и те же слова, этому не удивляйся. Писание, говоря о Боге и людях, часто употребляет одни и те же слова не в одинаковом смысле. Так и мы называемся и богами, и сынами Божиими. Но эти названия имеют не одно и то же значение, когда прилагаются к нам и к Богу. Равно и сын называется образом, и славою, точно так же, как и мы, но в совершенно различном значении. И опять, вы же Христовы, а Христос Божий. Первое послание к Коринфянам, глава 3 стих 23. Но Христос не в том же смысле Божий, в каком мы Христовы. Итак, что же значат те слова? Когда я воскресну, говорит, «Тогда вы узнаете, что я не отделен от Отца, но имею ту же силу, и что я всегда пребываю с вами. Так как в то время самые события будут возвещать оподаваемые вам от меня помощи, враги будут укращены, вы получите дерзновение, опасности исчезнут, проповедь с каждым днем будет расцветать, и все уступят и покорятся Слову Благочестия. Как послал меня Отец, и я посылаю вас». Глава 20 стих 21. Видишь ли, что и здесь одно и то же выражение имеет не одну и ту же силу. Если мы примем его в одном значении, апостолы ничем не будут отличаться от Христа. «Почему же он сказал, тогда узнаете?» Потому что тогда они увидели его воскресшим и пребывающим с ними, и тогда же познали истинную веру, так как велика была сила Духа, который научил их всему. «Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня». Глава 14 стих 21. «Значит, недовольно только иметь, но нам нужно еще тщательно соблюдать». Но для чего он много раз говорит им одно и то же? «Именно если любите меня, соблюдите мои заповеди». Стих 15. «И кто имеет заповеди мои и соблюдает их» Стих 21. «И еще, если кто услышит слово мое и соблюдет его, тот любит меня, а кто не соблюдает слов моих, тот не любит меня». Стихи 23 и стих 24. «Я думаю, он этим намекает на их скорбь. Так как он уже много любомудрствовал с ними о смерти, например, ненавидящий душу свою в мире, сем сохранит ее в жизни вечную». Глава 12 стих 25. «И кто не берет креста своего и следует за мною, тот не достоин меня». Евангелие от Матфея, глава 10 стих 38. А притом намеревался сказать им еще и больше этого, то теперь, укоряя их, говорит, «Вы думаете, что ваша скорбь происходит из любви?» Но любви свойственно было бы не скорбеть. Это именно он хотел доказать всем тем, что говорил, и потому-то далее этим и заключил свою речь. «Если бы вы любили меня, — сказал он, — то возрадовались бы, что иду к отцу». Глава 14 стих 28. «Значит, вы теперь скорбите от страха, а страшиться смерти не свойственно тем, которые помнят мои заповеди. Вам следовало бы распять себя, если бы вы истинно любили меня, потому что мое слово внушало вам не приходить в страх от убивающих тела. Таких-то и Отец любит, и я. И явлюсь им сам». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова